Друзья, всем привет! Сегодня мы в студии SoftLife, снова с вами увиделись. Меня зовут Полина Борисевич. Наша студия сегодня работает в креативном кластере Домна. Как вы видите, сменился и наш интерьер. И здесь будет проходить второй день нашего форума FinMarket. Собственно говоря, мы сегодня продолжаем цикл наших эфиров, которые посвящены деньгам, способам их заработать, приумножить капитал и сохранить его. Говорим об экономике, о деньгах. И об этом же, обо всем мы будем говорить на форуме FinMarket. И если вы пропустили наш первый эфир, то вы можете посмотреть в социальных сетях фонда на сайте студии softlife.ru. И это был эфир с инвестором Андреем Цураном. Тоже было здорово, интересно. Подписывайтесь на каналы фонда, если вы вдруг пропустили эфиры, какие-то интересные анонсы и не хотите этого делать. В телеграм-канале, например, фонда вы всегда сможете получить актуальную информацию также о мерах государственной поддержки, о инструментах самого фонда. И сейчас на экранах у вас появится QR-код с телеграм-каналом фонда. Обязательно подпишитесь на него, если еще этого не сделали. Ребят, пожалуйста, выведите телеграм-канал фонда, чтобы наши зрители и слушатели могли подписаться. Телеграм-канал фонда, пожалуйста, выведите, чтобы все, кто еще не подписался, мог подписаться на этот телеграм. Я сегодня очень рада представить вам второго нашего спикера в рамках эфиров, посвященных финмаркету, экономиста Михаила Делягина, известного спикера. Будем говорить о том, как меняется экономическая модель России, вообще меняется ли она и что с этим всем делать бизнесу. Думаю, что эта информация вам пригодится, вы сможете обладать этими знаниями, устроить какие-то свои стратегии. И Михаил Геннадьевич будет у нас выступать на финмаркете тоже. Форум пройдет 15 и 16 мая в Екатеринбурге. Приходите, будем там все эти темы подробно обсуждать, разбирать. Сейчас тоже на экранах у вас появится заставочка с QR-кодом на сайт финмаркета. Пожалуйста, переходите по ссылке, регистрируйтесь. Это все бесплатно, потому что в рамках государственной поддержки, в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который был инициирован президентом Российской Федерации. Поэтому выбирайте программу, приходите. Первый день мы будем работать в Экспо, а второй день в креативном кластере домно. Михаил Геннадьевич, здравствуйте. Очень рада вас сегодня приветствовать. Мы с вами сможем поотвечать на вопросы наших зрителей и слушателей. Вопросы мы принимаем в чате студии softlife.ru. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, то это уникальная возможность сейчас получить на них ответы. Пожалуйста, пишите, будьте активными. Я начну со своих, и эти вопросы касаются непосредственно на нашей темы, о которой вы будете рассказывать на финмаркете. Вы часто в своих интервью говорили, что экономическая модель России, которая у нас долгое время существовала, она себя уже исчерпала и должна смениться. И я посмотрела ваше предыдущее интервью, вы говорили, что это должно произойти в 2023 году. То есть в прошлом году произошло ли это? И чем отличается тогда новая экономическая модель? Или чем должна отличаться, если еще не сменилась? Но, к сожалению, смена не произошла. Сноса заключается в том, что при Гайдаре у нас сложилась модель экономики колониального типа, которая экспортирует сырье и закупает, если господа позволят, незначительную часть продукции переработки этого сырья, даря, так сказать, метрополии все добавленную стоимость. Ну, простой пример, специалисты Кренисуис посчитали, что до начала, так сказать, санкционной войны Запада, Россия поставляла Германию сырья на 20 миллиардов евро, а Германия из этого сырья производила продукции на 2 триллиона евро. То есть вот разница 1 к 100, 1 к 100 – это добавленная стоимость, которую Российская Федерация дарила Германии. Сейчас, в ходе переориентации на восток, мы эту добавленную стоимость дарим Китаю, дарим странам, как сейчас модно, глобального юга, но, по крайней мере, возникло понимание того, в части государственного права, что это не совсем хорошо. На поверхности такая экономическая политика выглядит, как стимулирование экспорта сырья, повторюсь, при подавлении производства внутри страны, при подавлении переработки внутри страны, стимулирование финансовых спекуляций и свобода вывода капитала. Фундаментального отказа от этого, по моему глубокому сожалению, не произошло. Но, по крайней мере, наметился первые шаги к развитию, понимание важности инфраструктуры, ни от хорошей жизни, ни от разума, от того, что нарастили огромные мощности строительного комплекса, строить человейники уже, так сказать, не так хорошо получается, как раньше, потому что люди крайне бедны. Но, соответственно, сейчас возникла идея, тем очень теперь ориентировать, когда это возможно, на строительство инфраструктуры. А инфраструктура – это основа экономического развития. Плюс к этому позитивные изменения, которые у нас уйдет с 2020 года, благодаря чему экономические спады в 2020 и 2022 году у нас был примерно в два раза меньше того, какой должен был быть, и благодаря которому у нас инфраструктурный рост наблюдался в прошлом году от совершенно, так сказать, странных масштабов экономический рост наблюдается. В январе этого года 4,6%, в феврале 7,7%. Да, конечно, это официальная статистика, но, тем не менее, она имеет некоторое, по крайней мере, отношение к реальности. То есть мы имеем улучшение ситуации, улучшение, по крайней мере, валового показателя экономики. Это не означает, что конкретные производства живут лучше, конкретные производства, скорее, живут хуже. Там, в основном, за счет финансовой стакуляции все-таки очень много происходит. Но, тем не менее, экономика в целом находится в лучшем состоянии, чем должна была быть. Это происходит за счет очень энергичной политики государственного стимулирования экономики через бюджет. Федеральный бюджет, я имею в виду. То есть в прошлом году у нас впервые в истории, вместо того, чтобы заставлять бюджетом получать или кредитоваться у коммерческих банков, бюджет провел масштабное авансирование в январе месяце. А в этом году авансирование, ну, не удалось провести в январе. Перенеслось на февраль-марк, но все равно оно имело место быть. Понятно, что не всех коснулось, но оно хотя бы было. И это дает свои макроэкономические результаты. То есть смены модели не произошло, но происходят медленные подвижки. Можете подсказать, вот наша аудитория, малый и средний бизнес, какую роль в этой трансформации, если она все-таки медленно уже идет, должен, на ваш взгляд, играть именно этот сегмент? Ну, малый и средний бизнес – это спасение людей от безработицы, это то, что называется самозанятый. Ну, в тех или иных масштабах, в виде 50 занятых на производстве, это тоже, в общем-то, скорее самозанятый, чем индустриальная экономика. Не говоря уж об информационной. Но, с другой стороны, это расти информационной экономики, проявления информационной экономики, это многочисленные стартапы. То есть это попытки нащупать будущее перспективное направление развития. Сейчас, поскольку у нас возникла ситуация, что все, что по каким-то причинам трудно вести из Китая, стало иметь смысл производить в России, мы увидели огромное количество новых, самых неожиданных ниш для малого и среднего бизнеса. Начиная от гаражных производств, которые обслуживают те или иные нужды инослужащих, и кончая индустрией моды, которая вдруг начала развиваться достаточно быстро, достаточно энергично. Когда ушли западные дома года, которые заравнивали все как бульдозер, и ожиданно выяснилось, что у нас достаточно много способных людей у себя здесь, в России, которые начали производить достаточно интересную одежду, достаточно интересные сувениры, и начали проектировать разного рода изделия, которые, да, производятся в Китае, но в Центр добавленной стоимости здесь, потому что они здесь придумываются, там они производятся, потом сюда привозятся и здесь продают. А какие, на Ваш взгляд, меры правительственные могут помочь, чтобы малый и средний бизнес быстрее развивался, и надо ли это делать сейчас? Ну, для малого и среднего бизнеса фундаментально две проблемы, три проблемы. Первое – это абсолютная бедность людей, то есть сжимается спрос. То есть люди, которые позавчера покупали одну, один набор продуктов и потребляли один набор услуг, сегодня потребляют уже совершенно другой. Поэтому, с точки зрения государства, нужно вспомнить про Конституцию, там нам гарантировано право на жизнь. Правда, чтение Конституции, как показывает пример Асинбаевой, не всегда безопасно, может привести к опасным последствиям для организма. Она ее там читала энергично в свое время. Но, тем не менее, если государство гарантирует в городе России реальный прожиточный минимум, неэффективный, заниженный в разы, правда, и то, что оно хотя бы его гарантирует и далеко не всем, то есть семьям с детьми, пенсионерам, кроме социальных пенсионеров и регально занятым на полный рабочий день. Это уже большой плюс, это уже обеспечение спроса, которым может пользоваться малая средняя бедность. Вторая проблема – это произвол монополии. Когда монополисты выжигают все, здесь у нас конь не валялся, государство принципиально игнорирует свои обязанности по ограничению произвола монополия за исключением каких-то совершенно экстремальных и чудовищных случаев. И когда государство начнет исполнять свои обязанности в этой сфере, то он малому среднему беду станет намного легче, намного проще. Естественно, до того времени, пока он сам не начнет развиваться до такой степени, что сам не начнет превращаться в монополия. Ну и третье – это то, что называется удивительно гремучая смесь административного террора и мошенничества. Потому что, когда я сначала коронавесие начинаю рассказывать своим коллегам, предпринимателям, насколько, как налоговая инспекция отчиталась по факту сокращения числа проверок, меня в некоторых случаях просто начинали пытаться бить. Ну, не получалось, но люди искренне думают, что я издеваю. А я им зачитывал официальный отчет уже в 2021 году. И административное давление, административный террор, который спорадичен, который хаотичен, который где-то не ощущается никем, а где-то люди просто воют, стонут и убегают в другие регионы. Это не шутка. Люди убегают из некоторых регионов, чтобы спастись от административного давления. В наше время это смешно, но это факт. Но при этом, при этом полностью царит мошенничество. Мошенничество де-факто не преследуется. Ну, все, что в этой сфере, можно сказать, утешительно, это когда российский язык промышленников и предпринимателей предложил декриминализировать мошенничество. То есть разрешить его, сделать его легальным. Но пока что это им не удалось. В остальном, то, что мы не можем доверять никому, даже звонкам наших близких людей, и вынуждены перепроверять все, потому что все может быть мошенничеством, и государство на это спокойно смотрит, зато у нас абсолютно защищены ваши персональные данные. Ну и что, что выросли утечки там в полтора раза, зато они защищены. Вот этот вот бред о дичавах, который просто игнорирует реальность, он наиболее болезненно проявляется в сфере абсолютного торжества мошенничества во всех сферах, который, естественно, подрывает малый и средний бизнес в первую очередь. Потому что крупная корпорация имеет возможность проверить своих контрагентов, а малый и средний бизнес в большинстве случаев таких возможностей, к сожалению, не имеет. Звучит довольно, конечно, не слишком оптимистично, но... А вам за последнюю неделю не звонили МВД, ФСБ, продавцы недвижимости, продавцы автомобилей, если у вас 5 лет назад, не дай бог, была машина, ваши руководители с левых номеров не звонили, нет? Я понимаю, о чем вы говорите, но мне кажется... Просто звонки по WhatsApp, когда нужно снять вашу биометрию, быстренько ее зарегистрировать и взять на вас кредит. И никто вас защищать не будет. Ну, я думаю, что вы тоже в курсе, что есть какие-то меры, которые помогают этого избежать, и сотовые операторы тоже позволяют установить какие-то системы. И также, например, одна из последних новостей была в том, что граждане могут поставить запрет на то, чтобы, допустим, какие-то кредиты на их имя оформляли без их разрешения. Так что еще более года торжества мошенничества, пожалуйста, это вам, так сказать, даровано. Мне кажется, просто наша аудитория, она довольно подкованная, и я очень надеюсь, что она может себя от вот таких мошенников... Мошенничества. Когда мне звонит мой начальник и обращается ко мне так, как он никогда не обращался, я понимаю, что это мошенник. Но если бы он обратился ко мне правильно, может быть, удалось бы меня развести. Я принципиально не беру звонки, а видеозвонки по WhatsApp от незнакомых номеров. Но многие люди берут, результаты в них воруют их биометру. Друзья, мы вас призываем, пожалуйста, будьте, как Михаил Геннадьевич, обязательно соблюдайте гигиену информационную и будьте бдительны. Я не делаю жертву. Но, понимаете, это состояние души, оно не способно развитию малого, среднего, так понимаете. Я понимаю. Я понимаю, что по определению основанного доверия. Все верно вы говорите. И как раз есть вопрос. Может быть, мы с вами рассмотрим, как другие страны, например, в кризисной ситуации борются с какими-то экономическими последствиями. Может быть, ваша тема макроэкономика, да, ключевая. Может быть, вы сможете привести пример, как в каких-то западных странах при кризисах правительство действовало, чтобы экономика быстрее восстановилась? Ну, вы знаете, западные страны осуществляли, как называется, вертолетовую раздачу денег. Они обеспечивали массированную поддержку граждан во время коронавируса. Но это создало очень сложную, очень плохую ситуацию. Потому что там и так социальные пособия очень приличные. И, в общем-то, они стимулируют их девенчество, на самом деле. То есть то, от чего рухнул в Советский Результат. Когда социальная защита слишком надежна, у людей утрачивается стимул бороться и развиваться. Как-то они ужасно звучат. Дело в том, что то, что происходит у нас, это, ну, больше напоминает казаевство, это оправдание не имеет. Но человек должен иметь прожительный минимум, реально прожительный минимум, но не больше. Все остальное он должен вырабатывать себе сам. И вот прожительный минимум это реальная граница социализма. Реальная граница с обествием. Ну, мы не берем инвалидов, мы не берем детей, мы не берем пенсионеров, Мы не берем уязвимые части общества, которые не могут бороться, не могут работать, не могут угрызать себе душу. Мы берем основную часть. Но на Западе, в тех странах, где еще сохраняется, хоть и умирает социальное государство, соотношение с социальными пособиями, которые иногда до кризиса 8-9 годов были не только в Греции, они были выше. То есть зарплата, на которую мог реально претендовать человек. С учетом уничтожения системы образования, которое там идет в значительно большем отставке, чем у нас раньше началось. И когда в позе коронависия людям, с одной стороны, сломали психику, а с другой стороны, дали деньги, чтобы они хотя бы не думали, что они будут есть завтра, то трудовая мотивация разрушивается еще сильнее. Сейчас выступил момент, когда очень жестко сегментируется Западный мир, если вас интересует именно он, потому что есть континентальная Европа, которая просто приговорена под списание. Там резкий рост энергозаправ, который выжиг значительную часть энергетически емких производств, и, соответственно, подорвал, скажем, немецкое машиностроение, кроме военных, который практически остановил развитие электроавтомобилей и, так сказать, расширение этого рынка. Все ушло в высокие технологии, вся деловая активность, но высокие технологии могут развиваться на базе серьезной индустрии. Если серьезная индустрия подрублена энергетическим кризисом, возможности развиваться высоким технологиям ограничены. То, что мы сейчас видим, их официальные отчеты о том, что развитие высокоточных, сложных производств, развитие интернета, интернет-бизнеса, перекрывает последствия падения базовых отраслей, это, скорее всего, статистический фокус. Состояние недовольства очень высокое, и агрессия, которая проявляется к нам, это в том числе способ канализировать высокий градус социального недовольства у своих граждан. И создать место, куда можно в один конец отправить значительное количество безработных. Это то, что касается континентальной Европы, которая просто приговорена в путь списания, как экономический конкурент США, политический конкурент Англии, и как возможный рынок сбыта для Китая. Этот рынок сбыта для Китая тоже примитивно устраняется в ходе экономической войны с Китаем. В Соединенных Штатах Америки, они, поскольку в мире идет дедолларизация, доллары возвращаются в Америку с всего мира, они получили эффект эмиссии. То есть они получили деньги, которые приходят неоткуда. Часть этих денег обеспечивает довольно приличный рост внутренних цен, которые сильно раздражают людей. Но в силу политических качелей между двумя партиями и третьей независимой, они пока здесь удерживают ситуацию. А лишние деньги они смогли канализировать на фондовый рынок, что привело к его совершенно фантастическому раздуванию. И все сейчас сидят и ждут, а когда, собственно, и как наступит прокол этого рынка. Понятно, что это будет как-то связано с выборами, скорее всего, но это будет перед выборами, или это будет в результате хода этих выборов, или каких-то провокаций в ходе. Это очень интересно, очень увлекательно, но при этом идет реэндустриализация экономики. Такие ненавидевшие друг друга разные люди, как Обама, Трамп и Байден, они проводят одну и ту же политику реэндустриализации. Так что здесь вот то, о чем у нас болтают с 2006 года, Америка делает, пусть там не с 2006 года, с 2010, но делает достаточно энергичным, достаточно последовательным. Что касается Англии, то они превратили себя в финансовую бутику и в условиях, когда эпоха финансовой струкляции заканчивается, они чувствуют себя крайне нестабильно, реэндустриализировать они себя не могут. Они пытаются найти выход в большой дестабилизации мира, выгрызание в себе новых колоний, пока в виде арабского мира и части мира, захваченного политическим исламом. Это, во-первых, часть континентальной Европы и часть нации. И пытаться создать из этого свой новый макроэнгер. У нас очень, конечно, много вопросов. Тема огромная, обширная и очень интересная, актуальная. Я хочу напомнить, что мы подробнее будем говорить о ней на форуме в Финмаркет 15 и 16 мая в Екатеринбурге. Пожалуйста, регистрируйтесь, приходите. Это бесплатно. В чате задают вопросы, на какой основе участие. Это все в рамках государственной поддержки. Приходите, будем разбирать актуальные темы, инструменты, которые помогают вам сохранить и приумножить ваш капитал. И я предлагаю сейчас ответить на несколько вопросов из чата. Вот такой вопрос есть. Почему импортозамещение идет так туго, особенно в сельхозотрасли, учитывая то, в какой стране мы живем? Что можно сказать нашему слушателю? Не потому что импортозамещение, то лозунг, это сотрясание воздуха. Первый раз я его услышал в 99-м году. Был такой вице-премьер Аксененко, первый вице-премьер. Когда он потребил это слово, всем было очень стыдно, потому что в тогдашнем государстве все понимали, что нужно захватывать внешний рынок. Это главная задача. А сохранение своего рынка это значит тоже важно, но вторично. Но с того времени уровень деградации и госпоправлений тоже в общем достиг новых глубин. А импортозамещение дойдет туго, потому что никакого разумного протекционизма нет. Страна открыта Настя Шустроба, Пагайдара и Чубай. При этом кредит запретительно дорогой. Если вы хотите создавать какое-то производство, то вам разумно создавать его в Китае, в Казахстане, в Желегистане, в Белоруссии, в каких-то из тех странах, которые имеют транспортную связь с Россией и при этом где проводится обменяемая экономическая политика. Раз даже в Таджикистане производство собираются разворачивать, при всех сложностях, которые переживает эта страна в настоящее время и будет переживать в будущем, даже там условия кажутся более разумными, чем здесь у нас. Для некоторых это применение, скажем так. А нельзя сказать, что санкции хотя бы в какой-то мере повлияли на то, что какие-то производства стали запускаться в России? Санкции повлияли очень сильно, они дали огромные возможности для развития. Действительно, очень многие предприятия у нас стали выздоравливать в результате этих санкций. Некоторые предприятия возникли заново в результате этих санкций. Понимаете, мало создать условий. я сказал, что все, что по каким-то причинам сложно возить из Китая, имеется, ну, из Китая вообще, мы имеем в виду и Казахстан, и Узбекистан, и даже Киргизию, и Таджикистан, и тем более Белоруссию, все, что по каким-то причинам сложно возить, уже производится здесь, Я думаю, что многими людьми, которые нас сейчас слушают, собственно говоря, и производятся. Но это потому, что проблемы от дорогого кредита и не всегда и везде адекватной бюрократии меньше, чем проблема логистики. Когда там угольщики забили все железные дороги, попробуйте что-нибудь доставить в срок. Хотя, удивительным образом, мне по посылке от Алиэкспресса доходят в Офе. Как-то не смешно. Мы очень часто в фонде общаемся с разными предпринимателями, и в принципе, очень многие говорят, что стало развиваться их производство. И это касается и тех, кто ждет одежды, например, и тех, кто производит оборудование, станки и так далее. Поэтому все-таки надеемся, что наши слушатели почувствуют, что это некое время возможностей тоже, да. И хотелось еще пару вопросов задать вам из чата. Для неэкономиста можете вы пояснить, почему доллар устойчив, а рубль нет? Вот человек подчеркивает. Я неэкономист, но это очень интересно. я могу сказать, что рубль, что доллар тоже неустойчив. Я очень хорошо помню время, когда доллар стоил 0,8 евроцента, и очень хорошо время, когда доллар стоил 1,38 евроцента. Это разница, извините, не в полтора раза, но близко к этому. Вернее, не в два раза, но близко к этому. Так что доллар тоже неустойчив, доллар тоже шатает. Но рубль слаб потому, что мы не развиваем собственное производство. Рубль слаб потому, что у нас свободен вывод капитала. Человек не может жить с разорванными артериями. Может, конечно, но не долг. Когда у нас свободный вывод капитала, и госпожа Биулина у нас будет отчитываться в доме через 20,5 часа, делает все для того, чтобы этот вывод оставался свободным. Наша экономика живет с разорванными артериями. Когда у человека порваны артерии, кровь хрещет наружу, без головокружения не обойтись. Это тот минимум, который может быть. В общем, это иллюзия, что какие-то валюты стабильные, а какие-то нет, и все так или иначе подвержены каким-то колебаниям. Правильно я понимаю? Ну, безусловно, потому что на мировых стокультивных рынках все рынки колеблются. Задающий вопрос правильно отмечает, что рубль слабее многих валют, и рубль девальвируется последовательно. Доллар то укрепился, было 1,38, стало 1,09, по-моему, сейчас я не знаю, сколько человек по отношению к евро, но рубль в целом девальвируется, потому что когда вы давите свое производство, когда вы разрушаете социально-экономическую политику, свое общество, единственный способ поддерживать конкурентоспособность это периодическая девальвация. Мы из этого порочного круга еще не вышли. Наши слушатели, я так понимаю, в большинстве своем не экономисты, и несколько вопросов о том, с чего начать изучать экономику, какие ресурсы читать, потому что интерес действительно очень большой к этой теме сейчас, особенно, что вы можете посоветовать? Если изучать экономику с нуля, например, экономика очень разная, есть макроэкономика, ее нужно изучать с книги Перкинса «Исповедь экономического убийца». Это про глобальную конкуренцию, мы про макроэкономику тоже. Если вы начнете изучать с учебников, которые у нас есть, то вы себе просто, так сказать, неправильно сформулируете восприятие мира, вы всегда будете ошибаться. Нормальных учебников экономики у нас нет. Но можно читать Старикова, Николай Викторович, он гениальный популяризатор, поэтому он излагает сложные вещи предельно понятным, предельно доступным путем. Вот, наверное, так. Спасибо за рекомендации, у меня последний к вам вопрос. Давайте вкратце расскажем, что будет на финмаркете в вашем выступлении и зачем предпринимателям стоит это послушать. Ну, мое выступление сосудится в том, что, во-первых, как у нас сложилась экономика, в которой мы живем сейчас, почему эта модель будет меняться, почему она не может существовать дальше, как ни в чем не бывало, как она меняется прямо сейчас, последние 4 года, почему она меняется недостаточно, ну и, соответственно, какие для предпринимателя открываются возможности в этом направлении. Михаил Геннадьевич, спасибо вам огромное, будем ждать наших слушателей и зрителей обязательно на вашем выступлении, спасибо, что нашли время, сегодня были с нами, ну, а я просто хочу еще сделать небольшой анонс, что наших эфиров в рамках финмаркета будет 5, будут классные эксперты, подключайтесь, задавайте ваши вопросы и приходите на финмаркет, где вы сможете тоже задать вопросы всем нашим федеральным спикерам, и не только федеральным, у нас будет большой пул спикеров, можете посмотреть на сайте программу, зарегистрироваться, чтобы не забыть и пока есть места забрать свой билетик, и, пожалуйста, еще небольшая просьба, если у вас есть пара минут, заполните небольшую анкетку, чтобы мы могли делать наши эфиры, наши мероприятия лучше, интереснее, полезнее для вас, оставляйте свою обратную связь, чтобы мы могли на нее ориентироваться, приглашать интересных спикеров, поднимать актуальные темы, будем очень благодарны. Ну, а я с вами сегодня прощаюсь, в студии SoftLife на новом месте была Полина Борисевич, увидимся с вами на следующих эфирах, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok